В настоящий момент времени я держу в руках настоящую легенду гитарных педалей. Это Tube Screamer TS9, педаль овердрайва. Зелененькая, известнейшая, кто только на ней не играл, я думаю, она не нуждается особо в представлениях. И я взял ее сегодня в руки, не случайно, дорогие друзья, мы сегодня с вами вместе сделаем историческое видео, можно так сказать. Мы протестируем и проверим вот эту вот гитарную педаль, как она будет звучать с бас-гитарой. Проверим гипотезу, якобы, что лучше брать овердрайв специально для баса, потому что он лучше работает с низкими частотами, этот будет там низкие частоты съедать и так далее, и так далее. В общем, мы все эти гипотезы проверим сегодня, насколько ли хорош гитарный Tube Screamer с бас-гитарой. Можно ли его использовать в формировании своего перегруженного звука на басу. Загадки в темноте. Прежде чем начнем слушать и сравнивать, сегодня хочу немножко исторический экскурс провести, чтобы было немножко понятно, откуда ноги растут. Значит, первая педаль Tube Screamer появилась в конце 70-х годов, это был ТС-808. Такая старая, представьте, насколько это было давно, это было очень давно. В общем, они довольно серьезно ценятся и все о них отзываются только хорошо, звучат все круто. Потом появился ТС-9, чуть попозже выпускался, вот как у меня сейчас в руках, ТС-9. Выпускался где-то примерно с 1981 по 1984-1985 год. По сути, это был тот же 808, немножко изменился выход, педаль стала ярче. Но потом компания Ibanez сделала перевыпуск, переиздание именно ТС-9 линейки. Вот у меня как раз в руках это переиздание, это, естественно, не та самая 80-х годов педалька. Но по словам компании Ibanez, там все типа якобы то же самое, схемы все то же самое, они воссоздали. Но на самом деле, конечно, я бы не стал этому верить, конечно, другие используют чипы и так далее. То есть, тогда были японские чипы, сейчас уже всякие разные и так далее. Конечно же, это уже не совсем то. Но, по крайней мере, компания попыталась воссоздать максимально детально ту схему, которая была в оригинале. Максимально приблизиться к оригинальной старой педали. Вот, это ТС-9. Дальше у нас был еще ТС-10, но он не особо известный. Он не получил такого широкого применения, так как там была тенденция к удешевлению. И педаль получилась не очень качественной, она ломалась и так далее. Поэтому ТС-10 уже не так хорошо воспринималась музыкантами, как тот же ТС-9 или 808. На самом деле, секрет этой педали очень прост. Эта педаль, она дает ярко выраженную середину, яркий звук, который выпирает и в миксе читается, гитара читается, соответственно, по сравнению с другими инструментами, она не теряется. Поэтому простой просто эквалайзинг педали таким образом выстроен, что, соответственно, просто яркий звук, который не теряется в миксе. Это всем понравилось. В общем, секрет прост. Значит, мы сегодня будем... Что мы сегодня будем делать, кстати? Мы сегодня сравним вот эту педаль, соответственно, гитарную. Я сравню... Это гитарный перегруз, но я сравню с бас-гитарным, со своим перегрузом. Вот у меня есть такая педалька Fender Downtown Express. Тут есть перегруз. Значит, такое же. Овердрайв, то же самое. Овердрайв там, овердрайв тут. Те же самые крутилки у нас, соответственно, три классические. Это Level Tone Drive. Там тоже Level Tone Drive. Мы сегодня сравним вот этот вот у нас специальный для бас-гитары созданный перегруз. Вот этот вот с гитарным. Будем сравнивать 12 часов. Опять же, собственно, мне было лень просто отрывать, поэтому я полностью педальбор показал. Конечно, тут секреты мои, понимаете, годами я, собственно, искал свой звук, понимаете, бессонными ночами. И пришлось вот так вот секрет свой раскрыть, своего педальбора. Ну, просто лень было отрывать, потом опять это все прикреплять неохота. Вот. В общем, сравним специальным с специализированным, так сказать, бас-гитарным перегрузом. Будем сравнивать на 12 часов. По 12 часов, чтобы как бы, ну, характер будет понятен. Педали на 12 часов, там можем покрутить. Вот. Значит, еще. Тут скример. Значит, за этой педали мы будем отдельно, их не будем в линию включать, одну за другой, потому что у этой педали нет трубайпаса. Вот. То есть она будет в любом случае влиять на звук, даже если отключена, соответственно, кнопочка. Вот так вот регистрируется. Давайте начнем, пускай, хватит болтать. Итак, давайте посмотрим, из чего у нас наша педалька состоит. Здесь у нас три крутилочки, традиционные для овердрайва, драйв, тон и левел. Соответственно, послушаем просто звук самой бас-гитары. Что вообще педаль делает со звуком? Давайте посмотрим. Значит, у нас ручка драйв. Вот она. Соответственно, самая левая. Она у нас добавляет уровень искажения. Соответственно, дальше у нас ручка тона. Тон, по сути, он прибавляет верхние частоты. И ручка левел – это уровень выходного сигнала. Все максимально просто. Давайте попробуем. Вот у нас чистый звук, чистый. Я включаю педальку, нажал. Вот загорелась красная лампочка. Загорелась, смотрим, хорошо. И смотрим тоже. Вот таким вот образом. Вот мы сейчас послушали на 12 часов. Что она нам сделала? Давайте попробуем драйв крутануть на 3 часа. Добавить, так сказать. Вот. Мы уже слышим, да? Как бы вот уже, как бы, жирку прибавилось у нас. Ручку тону можем тоже на 3 часа поставить. Добавить верхних частот. Давайте посмотрим. Тут уже пошли клипы, клипы пошли. Ладно. В общем, здесь уже, соответственно, сильно не будем кочегарить. А то уже у меня клипы пошли. Ну и левел, соответственно, громкость, я так понимаю, по сути. А видите, уже громкость повысилась у меня. На графике это отчетливо видно. Можно драйв убрать, но если сильно убрать драйв, то особо... То есть она как бы немножко греет, да? Но все равно это прикольно. Иногда это можно использовать. Потому что такая легенькая грелочка для звука. Иногда это очень даже. Ну вот такая вот аккуратная педалька. Она работает довольно аккуратно. Добавляет вот эти вот свои специи к звуку. И получается довольно интересно. Можно чуть-чуть подгрузить. Она минимум затрагивает основной тон баса. То есть бас все равно... Характер баса не пропадает. Слышно, как звучит гитара. Понятно, что, например, джаз-бас звучит там или еще что-то. То есть она не маскирует прям инструмент. Ну, на основной тон особо не действует. То есть как бы очень такая прозрачная, на мой взгляд, педалька по звуку. Вот. Вот, собственно, мы посмотрели, что у нас делают наши кнопки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА